Английский завтра, да? Ну что, друзья, мы уже догадались, что мы сейчас пойдем в кафе под ратушей пить кофе. Красота. Очень много про него слышали, и сейчас попробуем добраться сюда, чтобы попить кофе. Почему добраться? Потому что сейчас мы уже выяснили, что вход на ратушу при регистрации. Наташа по QR-коду зарегистрировала два человека. Ну, кстати, мне не пришло ничего на почту, просто честно говори, что... Да, можно честно сказать, зарегистрирована. Может быть, может быть... За вами выйдет человек. Ну, в общем, мы это покажем еще в видео. Просто выходит человек, забирает вас, и вы группами взбираетесь наверх, на башню. Теперь я вам прочитаю про ратушу. Поскольку мы решили, что с ратушей мы как бы будем опять разбираться, взбираться завтра вместе с вами, то можно пойти в это кафе, про которое мы очень много слышали, выпить вкусный кофе с вами, вкусный львовский кофе. Ну, что один из вкусных кофе. Копальня и ратуша. Копальню мы уже показали. Ну, копальня, он в зиле был вкусный, такое необычное приготовление. Ну, опять же, надо пробовать, правильно? Да, так мы идем пробовать и вам честно рассказывать про шашлыки. Мы, кстати, вам честно рассказали. Боже, как красиво. Не, ну, это тут вкусная была вчера, конечно. А, ну, ты ведь что-то такое? Красота какая. Ну, давайте посмотрим. А это с нетанковой беже. А тут с 8 до 13 можно 245-265 гривен заказать. Ой, ну, ты объедешься мне. Ну, мы уже и так наелись. Очень красивое оформление самого кафе. Ну, поскольку она под ратушей и уже, можно так сказать, стала культовым. Давайте пройдемся и попьем здесь кофе. Боже, это так красиво. А ну, что это такое? А ну, для собачек. А, ну, ежен и майя, буй, якщо это, это ж мало ли. Ну, если хозяйские придут собаки. А где мы на улице или там? Ну, не знаю, можно, наверное, улице. На где место будем? Сначала десерты выберем. Ага, вот такие джемы есть. 260 гривен. Малиновый, клубничный, облепиховый, смородиновый. Разные варианты медика. Очень красивые десерты. Боже, какой набор шикарный. Брэнди, журавлина, шоколадки 550 стоят в такой коробочке. Лепестки розы 150. А это кофе 100 гривен. Это, наверное, гранд 50. Ну, это Майлона. Можно купить кафель кавалиополис 150 гривен. Может, так у нас 100 грамм написано? 100 грамм. 100 грамм. 100 грамм. Вчера 180 было в этом. Копальник. Копальник. Ну, и с чашечками, как красиво, да? Да, вот такой 950 стоит. Аккуратно, как у меня. Может, цен сливались. Так, нет, десерт попробовать нужно. Давайте осветим вам с самого начала. А цен тут нету, поэтому просто спокойно насладимся десертом. Это какой-то кайф. Вот, сырники вкусные, наверное. У нас есть сырник на завтраке. Я, кстати, сегодня его ела. Я показывала вам такое пирожное сырник. Очень красиво. Люди сидят. Ну, такие залы, конечно. Все интересные. Сейчас, ну, мы с Наташей скучаем по вафельному тортику. Вафельный тортик бы я съела. О, эти по 550 гривен. Это много будет. Это Наполеон, наверное. Фисташковая такая забаганка. 580. Это 520. Ну, и всякие подарочные конфетные наборы. 380. Кофе 280. Ну, так. Что вам сказать? Красиво жить не запретишь. Вишневое варенье 150. Что? Наливочку нашла уже? Чашечки по 400. Ну, покажи. Девчонка не знает. Ну, и если наливка, то мы не знаем. Просто хотим в сувенир же привезти. Кардамонова. А нарисована еще корица. Ну, да. А это все по 130. Корица и апельсин, да. Ну, по 130. 250, ты думаешь? Или сколько? А что там не написано, сколько? Я не знаю. Не, не знаю. Большая по 240. Махенькие совсем 60. Каш, хочешь себе под настроение? А вот какую? Ой, я не знаю. А, тут нет такой. Есть паричка, есть яблоко, есть брендер. Да, я хотела, чтобы такой попробовал. А, вон. Пуричка. Прикол. Красная смородина. Слушай, какой бокал? По 400 бокал. Дай, 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 дай. Слушай, приятно, что снимать разрешает. А ну, классно. Красиво. Очень здорово. Ну, и нравятся, конечно, всякие такие приколюшки. Медик за 95. Ну, так смотришь, вроде не дешево. Ну, понимаю, что раз купить можно. Свечка, да? Свечка, я бы ее съела. Это наше соус стоит. А вот, смотри, выжигается. И получается у нас остается только хрусталь. Красиво. Вот по 250. Это же, это штучка по 250? Ну, он тоже свечки в этих покалках. А вот для вейсковых тоже. Да, это для вейсковых кава. 20 гривен всего. Ну, как и в этом, кстати. Как и было в копальне. В копальне кавы. Ну, прикольно. Картина классная вообще. А вообще, что можно спробовать? Я хочу спробовать. Ну, давайте. Ну, вот. Наталья пробует. Давай. Можно я покладу? Тут главное. Ух ты, трояндовая. Смотри, тут розовое варенье есть. Варенье из сосновых шишек. Вот, розовое. А где чистый? Вот это чистый, да? Я не знаю. Покажи еще раз. Вот это трояндовая? Нет. Вот. А, а это можно пробовать? Ну, не знаю. Открывая, кто ж тебя видит. Все заняты. Я правильно говорю. Поставили, значит, можно. Да побольше бери, побольше, Наталья. Классная? Я обожаю розовое варенье. Но. Ну, и розовое мороженое ты любишь. Но. Есть горчинка. Угу. А попробуй сосновых шишек, пожалуйста. Мне просто интересно. Ты же все равно будешь пробовать. А шишки есть? Подожди. Вот, сосновые шишки попробуй. Что это такое? Не, а что еще? Дайте для меня, чтобы я понимала. Полуночный, малиновый. А, оно там продается в наборах, кстати. Крем-колба. Дальше полуночный, это клубничный и облепиховый. А сколько оно косты? Что ты хотела? Шишки? В наборах я сейчас. Подождите, Наташа пробует шишки. Это стоит 280, а это 260. Непонятно, в чем разница. А, тут набор халвы и джемов. А тут только джемы. Понятно. Идем. Набор... А, розового нет в наборе. Розовый вот стоит 180. С шишек? А набор только из этих четырех стоит 260 гривен. Аромат? Боже, сосны. Дайте мне по-нибудь. Да, каких-то еловых шишек даже. Не сосны, а именно шишек. Когда ты их нюхаешь, перед тем, как кинуть в товарищу. Что это? Шишки. Шишка? А можно шишку здесь? А я не знаю, ты лучше уточни. Друзья мои, ставьте лайк. Наташа ест шишку для вас. Она мягкая. Это у тебя выражение лица. Ты бы его видела. Так я обалдю. Вкусная? Обалдеть. А вкус чего? Вкус можешь описать? Вот сейчас немножко разжевала. Уйдет терпкость. Немеет. Немножко немеет. Немножко немеет. Это небо. Да, все. И вкус сосны. Немножко. Но вкусно. И неприторно-сладкая. Прикольно. Наверное, с кофем. Потому что я понимаю, что шишку ты не намажешь. Немножко горчить Троянда. Но, боже, смачный. Сколько его ракушки? Троянда 180. 180? А шишка? Ну, тут немножко, да? Здесь же такие гореховый. Ореховый. Ореховый. Ореховый крем. Так. Ну, очень тяжело переходить с одного языка на другое. Наташа прикалывается. Вот. Называется. Друг. Так, а я не вижу. О, может, я не заметила. Пусть в камеру смотрю. И так-то все и хорошо видно. А потом видео с вами пересматриваем. Наташа, я не заметила здесь шишку. Надо звать кого-то, чтобы купить. А тут сиропчик есть, наверное, в кофе наливать. Ну, шикарно. Ой, смотрите, с туркой, с туркой, с туркой. 1900 стоит. Вот это подарок. Турка, потом особенно надо вот роза. О-о-о. Тяжелая, да? Да. Я хочу еще попробовать с волосским гориком. Давай. Так, вот не нашли пока сосновую шишку вам сколько стоит. А ну, покажи стук. Варенье. Ну, вот это вишневое. Кто любит варенье? Пишите, я, кстати, по варенью не очень, поэтому пробовать у меня такого желания особого нет. Даже шишку. Ну, кофе попробую с удовольствием. Ну, маленько, правильно. Ну, что там уже? Можно поставить нормально поесть. Это что с волосским гориком? Возле сосны тоже важно понять, но вишня, варенье есть, вишня есть. Да. И опять же, не притяно сладко. Ну, то есть, очень ты рекомендуешь такое варенье, да? Ну, давай присядем, да? Ну, давайте. А вот эти наливочки что-то теперь? Это сироп. Это сироп. Давай присядем уже и покажем потом. Уже так наилась? Якула, я пришла. Ну, все, можно уже не есть. Друзья мои, ну вот же, Наташа мне тыкнула сразу. Я просто думала, что оно как малиновое. Вот оно. Это возьмем на подарок. На подарок. Это просто необыкновенно. Может, у нас тоже есть, но оно все равно. Ну, оно прикольное, да? А это все. Кстати, это стоит 70, а шишки стоят 100. Остальные, которые ты не попробовала. А, блин, их, кстати, интересно. Ну, как подарок, да, слушайте, это... Мы когда пугаемся цент, когда приезжаем, мы просто переводим в эмиратский, и нам чуть полегче. Так стоишь здесь, смотришь, 10 дирхам. Смотришь, 7 дирхам. Ну, вроде как и нормально. Прошли мы полностью кафешечку. Есть прикольные места. Вот, смотри, сейчас покажу вам. Но они уже заняты, жалко. Вообще, посмотрите, класс. Ну, поэтому мы сироп. Наташа здесь. Сейчас закажем кофеек, попьем его. Ты же сколько тут залов? Где-то вообще двое. Ну, да, опять где-то залов. Это тебе нравится? Тема? Да, каретка такая. Тема, тема. Ничего, сейчас. Одно пирожко, наверное, съедим и... Уже так варенье наелось. Да? Ну, ладно, с пирожными эти выручим. Поскольку я варенье не очень люблю. С пирожными эти выручил. Нет, раянда вообще шикарно. Еще иногда прикольно наблюдать за людьми. Такие розы, шампанское. Девочки едят такую вот с подставочки пирожные. Ну, молодцы, что развлекаемся с утра. А, туда ее шампанское, наверное, в это... Бачишь? Смотри. В этот снег, да? Еще шампанское идет. Почему же они все ее ждут? А, почему они все так и... Потому что это шампанское. Прекрасно проводят день. А что такое утро без шампанского? Помнишь, как... Самое-самое прекрасное утро, это без тревог. Ну, это... Это да, а там вообще было бы супер. Я с ума сошла по трендам. Да, Наташа заказалась и шампанское в таком вкусном бокале. Да, называется кава испанское и гристое. Это не шампанское, это игристое. Ага, игристое, а сегодня не шампанское, я поняла. Еще заказали мы, расскажи, фильтр каву американо и одно пирожное пляцкое, да? Не, я найду, я тебе скажу. А их наше пирожное называется? Стреновый пляцок. А, Стреновый пляцок. Сфоткаю с Наташейным бокалом шампанского. Пахнет вкусно шампанским. Вкусно? Кавой, да. Кава, шампанское, шампанское. Мы его пробовали, когда были в Испании. Классные. Ведь оно было у нас на завтрак. В отеле, где включен завтрак и ужин. Это было очень правильно начинать день шампанского. Пробу, можете снять? Я так довольна. А что ты так тихо говоришь? Ну, я не знаю. Музыка играет. Ну, не хочется орать, как бы у людей началось утро. А что я орать-то говорю? У меня там что-то помада, это с булачищем. Ой, я пока еще раз покажу вам эту красоту. Я думаю, что вечером здесь так нормально людей. Какой-то? Креденс. Да, Креденс. Буфет с посудой называется Креденс. Вот так что. Тоже очень приятно. Так, я не это, не сняла, как ты отпеваешь. Вот счастливая женщина утром в 10 утра пьет шампанское. Ты уже не счастливая. Наталья, вы аристократ. Надо с 8. Так, поделыва внимание людей. Розовый лимонад из розовых. А, сейчас покажу. Я смотрю, что все пьют его. Розовый лимонад из розовых. Нет, пока не хочу. Нет, пока не хочу. А я уже и то, и то, и это будет свежий. Все. День во Львове начинается прекрасно. Кстати, Наташа, обратите внимание, Наташа в сережках сегодня. В новеньких. Шикарная, очень нравится. Да. И она обратила внимание. А, ну и колечко одела. Видео, я думаю, я уже показала. Что официанты в таких вот штанишках прикольных, формах. И лампы гармонируют. Наташа снова заметила много всего. Вот лампы. А, и наверху лампы такие же, смотри. Вот торшеры. Да, сейчас покажу. Очень яркие, прикольные. А посмотрите, какие своды. Смотри, вот своды. Да, 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 я показывала. Наташа еще попросила вам люстру показать. С цветами. Я думаю, я не видела. Люстра в цветах. Интересно. Когда она взорвшенная. Это тоже красиво, наверное. Да, она же пострее на разные уровни лампы у нас. А сколько стоит наше кофе? 70 гривен. 10. Ну, это очень по-божественно. Это, я не помню, 75, вы сказали. Это 75 стоит. А вот тот пирожное, я не помню, сколько стоит. Ну, мы, если вот чек же нам принесут. Даже почему не есть, я думаю, точно принесут. Я сподеваю. Когда мы вам покажем цены, озвучим. В принципе, для вот такого кафе, ну, нормальная цена. Очень нормальная. Мы что, подумали, сейчас только навалят нам цен. А так, ну, нормально, в принципе. Для меня прям находится тут. О, на штанишке. Смотрим, штанишки просто чудови. Спасибо. Что-то мало, может еще. Да, я не знаю. А что, мы не поделимся? А вот кава, которая прокапала фильтр, и там больше кофеины, как на области. Боже, какая красивая. Все, я отсюда не буду. Бабушка пришла за ребенком, ребенок очень порадовался. Какая же это бабушка, извиняюсь. Это молодая женщина. У нас просто когда тревоги, мы дергаемся. Тут ребенок закричал, и мы подумали, что что-то случилось. Вот такая вот у нас сегодня обедня. Давай, а можешь попробовать тортик? Ты нам такие прям приборы принесли, будто мы сейчас шашлыки будем есть. Из РБР, Наташа, давай. Давай, иди уже, Наташа все попробует. Мне удобно, я снимаю тортик с маком и с какой-то цитринкой, наверное. Сейчас, отрежу. Наташа еще все отрежет, наверное. Вон, люди довольны, наверное, день рождения у кого-то перепугали нас утра. Смотри, как красиво у нас отрежет. Да, Гранд Кафе. И тоже, посмотри, как красиво у нас отрежет. Ой, красота, красота. Ну, все сделано так, по-человечески. А можно я посмотрю, кто делает Китайский? Думаю, скажешь, можно я возьму с собой? Какой-то чайка такая. Да не знаю, может, скажи украинский. Пока Наташа режет тортик, я попробую кофе. Очень приятно пахнет, кстати. Белый, оформление супер, блюдечко. Ничего одноразового. А ну, сейчас... Горячее, кисленькое кофе. Прикольное, но вьетнамский не напоминает. Черт подумает, что мог через фильтр прокапывать. Думаю, что как во Вьетнаме, знаете, там прокапывает фильтр и кофе. Вьетнамский очень вкусный. Да, очень вкусный. Ну, так, я понял. Прикольный кофе давай. Волосы. Пишите. Что мне надо говорить? Не, нормальный. Плохие комнаты я буду банить. Хватит уже. Подожди. Ну что, шикарно. А из чего он состоит, расскажи мне. Понятно, что мак. Наверное. Потом какой-то бисквит, я не знаю. Апельсиновый? Не-не-не, бисквит, бисквит. Ну, тесто какое-то. Потом вот это, как сыр, но плотнее, чем ческейт. А, на ческейк похож. Да, это маренга. Но плотнее это по консистенции. Но маренга это что? Маренга это с бисквит, это не сливки, а яйцо, по-моему. Ну, может отклониться чуть-чуть, отклониться от, еще и выше чуть-чуть встать. У тебя прям эта штучка на голове, сейчас очень красиво. А, ты издеваешься надо мной. И такая, знаешь, сначала кислинка идет много, кажется, а потом так очень нормально. Очень даже ничего. То есть шампанское, кофе, такое пирожное. Ну, в принципе, я не знаю, сколько будет стоить пирожное, но кофе, шампанское, очень нормальный цель. Это тортики, которые называются андрути, это вафельный торт. Но он еще пропитан был такой уж прям. Так, слушай, там же сгущенка и трояндовое варенье. Розовое варенье. Резовое варенье, еще и орехи сверху. Ну, там вообще супер. Ну, сейчас мы с зимой, может, спробуем. Потому что она такая гарная, я не думаю, что мы ее и спробуем, она мне даже. Давай. Давай еще раз, сейчас попробуем, все. Давай, шампанское. Давай. Давай. Уже тут такой красивый гуфет. Гуфет красивый, да, что он и здесь. Маренку, он и здесь. Нет, пробуй все вместе. Прикольно, какие-то необычные, что-то между пиздель с сливками. То есть оно не мягкое и не твердое. Но так раз, растекается. Да, интересно. Сладкое. Это джелание. Ой, опять забыла. Кисло, сладко, рак и горок. И что? Горок чистый. Ну, вот-вот другой, да? Он как-то плотнее, плотнее. И причем, я думала, такая кислота сначала идет, а потом... Очень сытная. Очень сытная, но она потом попускается, эта кислота. Очень классно. Ребеника. Ух ты! Вот это кайф. Сколько таких снеданков будет. Классно. Шикарно. Праздник, праздник. Свято я свято. Це добре. Ну шо, а кофе? Ты попробовала, да? Кофе приблизно. А я не попробовала сейчас. Слушай, так я хочу... Подожди, Наташа, ты пробуй, а я хочу ближе показать. Ну, давайте рассмотрим, что там у людей. Ого, какие-то салаты. Да. Я думаю, что это как на день рождения, попраздновать. Блин, мужик заканчивать стол и двигать, серьезно. Класс. Видео снимаем. Слушай, мне очень нравится кофе. Да? Да. Это лучше, чем американское. Я не знаю, какие в них американское. Вы сказали, что концентрация кофеина больше. А ты сказала кислинка? Кислинка? Мне кислинка. Мне кислинка. Можно и другой кофе принесли. Ну, вот такое кафе. Очень прикольное, уютное, симпатичное и с сувенирами. Наташа настояла, чтобы я вам показала туалет. Говорит, иди, там должен быть какой-то класс, что вам будет интересно. Ага. Туда туалет. Знаете, мне понравится фойе кинотеатра. О-о-о. Ну, давайте глянем. Толпа какая-то сейчас, подождите. Ну, я все равно зайду, покажу сейчас. Это один Тори, да? Или там много? Это много. Ну, вот. Не знаю, зачем она, потому что меня сюда пугнул. Ну, честно, я ждала большего. Ну, вот такой туалет. Нет, ну, я не знаю, что я ждала. Ну, нормально, только как туалет, в принципе. Прикольный. Вход прикольный. Красиво сделано. Люди красиво улыбаются. Тревоги сегодня не было. Что еще надо? Так, показываю счет. Значит, кофе по 70 было, чашечка. Пирожное 119. Алкоголь 79. 79. Ну, вот счет 338 гривен. Ну, вот такие вот цены здесь. Так, ну, что мы берем? Значит, две розы мы берем. Значит, две розы. Две розы и... А ты продавайте. Вы? Две розы и пять шишек. Вот такой вот наш выбор. Семь шишек. Или семь? Семь шишек. Точно? Да, семь. То есть у нас друзья, знакомые заинтересовались, попросили привезти им. Ну, вот такой подарок будет. Значит, две розы и пять шишек. Вот такой вот наш выбор. Ну, что, вот такое сегодня прикольное видео про кустовое кафе. Мы очень желаем сюда попасть, осмотреть и попробовать вкусный кофе. Ну, и, конечно, шишечки и розовое варенье. Желаем тоже вам попробовать.